Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями, не забывайте ставить лайки. И мое традиционное напоминание о наличии ссылки в описании к этому ролику на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где мы готовим для вас большое количество аналитического контента. Пользуйтесь им, друзья, он точно поможет вам в плане фундамента, а некоторые посты и с точки зрения техники в принятии инвесторешений. Ну что ж, сегодня мы наконец-таки сможем найти в экономическом календаре какие-то значимые релизы. Долго их ждали, неделя была по факту содержания именно каких-либо отчетов практически безидейный, но сегодня целый блок американской статистики. В 16.30 по Москве это первичные заявки на пособия по безработице, индекс расходов на личное потребление и годовые данные по ВВП. Эти отчеты еще раз могут помочь нам определить то, готов ли американский регулятор и есть ли для этого у него необходимые вводные, чтобы принимать решение об ужесточении монетарной политики. То есть каждый отчет это индикатор состояния экономики. Конечно же, если бы все было плохо в плане релизов, то разговоры об окончательном сокращении экономических стимулов и ужесточении политики были бы преждевременными. Но в целом по штатам сейчас нет проблем, связанных с ухудшением экономической конъюнтуры. Более того, есть необходимость агрессивных действий с учетом роста инфляции Федрезерва, именно необходимость действий, касающихся повышения процентной ставки. Я очень много уже говорил про доллар, по-прежнему рекомендую, друзья, индекс доллара рассматривать с точки зрения длинных позиций, покупать его. Это были рекомендации актуальны неделю назад, месяц назад, потому что мы, как и все трейдеры и спекулянты, ждем заседания американского регулятора, которое должно состояться 16 марта, уже совсем скоро. И тогда уже по факту самого решения о росте процентной ставки доллар покажет себя во всей красе. Сейчас интерес к доллару обусловлен геополитическими факторами. Все-таки, как ни крути, доллар – это один из защитных инструментов. Он время от времени оправдывает свои качества. Но основной рост еще впереди. Поэтому, если вам нужна долгосрочная сделка, друзья, еще не поздно посмотреть на индекс доллара и принять уже фактическое решение. Что касается других финансовых идей, торговых сделок, которые я транслировал для вас в последние сесть. Это золото на покупку. Сейчас котировки 1942 доллара за тройскую унцию. Причем мы каждый день перевыполняем свои планы, делаем цели по тем уровням, которые ранее рассматривались как значение, куда золото должно было прийти. Сейчас уже впереди маячит сопротивление 1950 долларов за тройскую унцию. Кстати, это прогнозы ряда инвестбанков. И эти цели точно будут сделаны, потому что от геополитики до индекса рыночных настроений Кайман. Факторы, которые никуда не делись, они остаются на рынках и подогревают интерес к самому выраженному и крутому с точки зрения защитных свойств на данный момент на финансовых рынках. Золото пользуется спросом институционалов и физических лиц. Через неделю будет обновленная статистика по динамике притока средств чистого притока средств ВТФ и отчет, конечно же, CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Я об этом вам расскажу точно, но хотя с учетом последнего роста, который мы видим, 100% эти фонды набрали еще сотни миллионов долларов. Куда золото пойдет дальше? Это большой вопрос, потому что рост был сверхагрессивным. Без какой-либо коррекции мы растем уже месяц. Больше 100 долларов этот актив набрал. И по классике жанра, трендовой динамики, борьбы покупателей и продавцов коррекция должна быть. После такого роста эта коррекция может быть значительной. Поэтому хотите прислушиваться к моим рекомендациям или нет, решайте вам, друзья. Но иногда лучше не жадничать и все-таки брать и фиксировать результат сделки, когда она принесла уже хороший профит. Всех денег не заработать, друзья, и чтобы потом не пришлось кусать локти. Возможно, многим из вас стоит принять решение зафиксировать длинные позиции. Рынок нефти 98,34. 100 долларов за баррель. Это совсем скоро, потому что эскалация геополитической напряженности в Восточной Европе усилила на проблему дефицита предложения. Потому что теперь вновь актуальны разговоры о санкциях, в том числе против нефтегазового сектора России, без поставок со стороны России на глобальный рынок, спрос и предложения разойдутся, как в море кораблей. Соответственно, спрос будет существенное приезжать предложение. Тем более, что нам всем известна позиция ОПЕК, которые почему-то по-прежнему не хотят ничего делать в плане роста нефтедобычи. Вот сохраняют такой статус КО, хотя заседание будет уже совсем скоро, 2 марта, может быть их точка зрения изменится. Но пока доподлинно известно с отсылкой на отдельные комментарии представителей ОПЕК, что они не будут вносить какие-либо коррективы в сделку по ежемесячному наращиванию нефтедобычи. Пока проблема дефицита и того, что предложение будет сокращаться актуально, я думаю, что шортить ни в коем случае не стоит. Биткоин 34 900 долларов за тройскую унцию. Биткоин оправдывает статус актива, который очень сильно коррелирует с американским фондовым рынком, поэтому здесь снижение приоритетов. Оно будет продолжено, поскольку американский фондовый рынок продолжает валиться и обновлять многомесячные минимумы. СНП 4142 пункта сейчас. Это еще не предел. Увидим скоро 4000 пунктов, поэтому по биткоину я, честно говоря, друзья, жду прямо до конца этой недели, но максимум на выходных снижение этого актива до 30000 и ниже. Был еще набор из рисковых инструментов. Понятно, что у нас были хорошие фундаментально обоснованные идеи. Укрепление позиций евро, фунта, новозеландца. И этот фонд он никуда не делался. Он просто сейчас оказался затмен именно ухудшением рыночных настроений из-за того, что паника спровоцировала сброс риска и переход трейдеров в защиту. Хорошо, что у нас была страховка в виде как раз сделок длинных позиций по золоту. Но в отношении европейской валюты и британской валюты. Я, друзья, по-прежнему вам рекомендую сохранить какую-то часть вашего портфеля все-таки здесь в длинных позициях. Потому что изменение рыночных настроений в лучшую сторону может в моменте привести к активному росту этих инструментов. Ну, плюс ко всему, обращаю ваше внимание, что евро-доллар сейчас может очень неплохо смотреться, потому что инфляция в еврозоне продолжает обновлять многолетний максимум. Вчера очередной рост до 5,1%. А самое главное, друзья, инфляция, индекс потребительских цен напрямую зависит от тарифов в стране на электроэнергию. Сейчас из-за того, как сильно растут цены на топливо, безусловно, эти тарифы будут расти. Поэтому мы с вероятностью 100%, если бы можно было больше сказать, оценить вероятность, я бы оценил, мы точно можем сказать, что через месяц индекс потребительских цен в еврозоне выйдет на новые максимумы. Потому что высокие цены на топливо заставят компании, предприятия из-за более высоких издержек перекладывать эти издержки на потребителей. Цены будут расти, друзья. Тем более после приостановки сертификации северного потока, вследствие которого страны ЕС в случае ввода в эксплуатацию этого газопровода могли бы получать газ без каких-либо посредников. За последнее время стоимость газа за несколько дней выросла с 500 долларов за 1000 кубометров до 1000. И это еще не предел. Странам ЕС придется выкупать газ теперь на спотовом рынке по тем ценам, которые есть. Ценам, которые растут в геометрической прогрессии. И это приведет к колоссальным издержкам. Поэтому я не сомневаюсь в том, что насколько бы Кристин Лагард не верила, что инфляция разрешится само собой как проблема, этого не произойдет при ценах на нефть в 100 долларов за баррель. А значит, спустя несколько недель, на следующем заседании, кстати, ЦБ 10 марта, Лагард придется придерживаться жесткой риторики и возможно анонсировать повышение процентной ставки. В этой связи евро еще рано списывать со счетов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!